Прямой угрозы подтопления нет, заверили сотрудники департамента ЧАЭС на расширенном совещании с участием Акима области. Этой зимой было рекордное количество снега. Его высота составляет 21 сантиметр при норме 16 сантиметров. Следовательно, запасов воды в нем больше. Но, как говорят спасатели, к паводкам готовы. Все плановые мероприятия проводятся. Техника запаса ГСМ и энертные материалы есть в наличии. Резкое снеготаяние и повышение уровня воды прогнозируют в основном в южных регионах области. Также в зоне риска Карасутские и Аулекольские районы. Всего возможно подтопление в 37 населенных пунктах. Это около 800 жилых домов и более 3000 жителей. Глава региона поручил к паводкам готовиться заранее. Например, провести передислокацию тяжелой инженерной техники. Запасы воды в снеге к концу января составили 47 миллиметров при норме 40 миллиметров. Все это дает, конечно же, с одной стороны, информацию неплохую для формирования урожая, влагозапасов. Но, с другой стороны, это потенциальная угроза по подтоплению. Поэтому мы должны быть готовы. Для решения вопросов защиты территории и населения в области реализуется дорожная карта противопаводковых мероприятий. Также ежегодно проводятся инженерные работы. Так, на автодорогах установлено 45 новых водопропускных сооружений, очищено более 26 тысяч метров ливневой канализации, проведены укрепительные работы на трех дамбах общей протяженностью 756 метров, возведены дополнительные земляные насыпи протяженностью около 2,5 тысяч метров. Для снижения риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанных с проведением весеннего паводка, считаем, необходимо усилить работу в следующем направлении. Первое – это подготовить мосты, инженерные и другие дорожные водопропускные сооружения к пропуску повышенных объемов паводков и металлых вод. Второе – своевременно ликвидировать переливы и угрозу разрушения республиканских, областных и районных дорог. Третье – усилить работу по вывозу снега из дворов и территорий, городских и сельских населенных пунктов, особенно в паводкоопасных участках. Подготовить оречно-канальные деменажные системы, русло рек, коммунальные гидротехнические сооружения и защитные дамбы, пропуску повышенных объемов паводков и металлых вод. Рассмотреть вопрос дальнейшего финансирования против паводковых мероприятий. Из 41 населенного пункта Карасузского района 16 находятся в зоне риска подтопления. Там проживают около 1 тысячи граждан. Весенний паводок проходит по трем рекам, вдоль которых расположены 13 гидротехнических сооружений. В рамках инженерных работ произведено очищение и расширение русла реки. Также в марте запланировано освобождение от снега и льда водопропускных труб и дорог. В целях снижения риска ледовых заторов в период прохождения талых вод на реке района планируется проведение взрывных работ предварительным объемом 32 тысячи метров кубических льда. Запланирование проведения взрывных работ с учетом анализа паводка ситуации в семи населенных пунктах село Карасу, Восток, Белозерка, Зеленовка, Новоселовка, Корабреза и Октябрьское. На предупреждение ликвидации ЧАЭС в период весеннего половодия из резерва района запланировано 5,3 миллиона тенге. При возникновении паводка ситуации готовы к задействованию 125 человек персонала, 75 единиц инженерной техники, 15 единиц специальной техники, 30 единиц грузовой и легковой техники. Для жителей региона заготовлено 145 тонн запасов ГСМ, более 7 тысяч тонн инертных материалов и 40 тысяч тонн мишкатары. На случай подтопления пострадавшему населению будут доставлять продукты питания. Для этого заключено 70 договоров. Приготовлено 153 пунктов сбора пострадавшего населения, которые готовы к приему более 12 тысяч человек.